Смех. Глава первая. Студенческая фуражка сидела совсем на затылке. Глаза мои по отношению к встречавшимся мужчинам выражали покровительство и удаль, по отношению к женщинам вызов и ласку. Хотя уже четыре дня я любил одну только ее, но я был так молод, и сердце мое было так богато, что остаться совершенно равнодушным к другим женщинам я не мог, и шаги мои были быстрые, смелые, порхающие. В безчетверти семь пальто мое было застегнуто на две пуговицы, и я смотрел только на женщин, но без вызова и ласки, а скорее с отвращением. Мне нужна была только одна женщина, остальные могли провалиться к черту. Они только мешали, и своим мнимым сходством с ней придавали моим движениям неуверенность и резкое непостоянство. В без пяти минут семь мне стало жарко. В без двух минут семь мне сделалось холодно. Ровно в семь я убедился, что она не придет. В половине девятого я представлял собой самое жалкое существо в мире. Пальто было застегнуто на все пуговицы, воротник поднят, и фуражка нахлобучина на посиневший нос. Волоса на висках, усы и ресницы белели от иния, и зубы слегка постукивали друг о друга. По шаркающей походке и согнутой спине меня можно было принять за довольно еще бодрого старика, возвращающегося из гостей в богадельню. И все это сделала она. О, черт! Нет, не надо. Может быть, и не пустили. Или она больна, или умерла. Умерла, а я ругаюсь. Глава вторая Там сегодня Евгения Николаевна, — сказал мне товарищ студент без всякой задней мысли. Он не мог знать, что я ждал Евгению Николаевну на морозе от семи до половины девятого. Вот как, — глубокомысленно ответил я, — а в душе выскочило. О, черт! Там — это на вечере у Полозовых. Полозовы — это люди, у которых я никогда не бывал. Но сегодня я там буду. — Сеньоры! — весело крикнул я. — Сегодня Рождество. Сегодня все веселятся, будем веселиться и мы. — Но как? — грустно отозвался один. — Но где? — поддержал другой. — Нарядимся и будем ездить по всем вечерам, — решил я. И им, этим бесчувственным людям, действительно стало весело. Они кричали, прыгали и пели. Они благодарили меня и считали количество наличных денег. А через полчаса мы собирали по городу всех одиноких, всех скучающих студентов, и когда нас набралось десять весело прыгающих чертей, мы поехали в парикмахерскую, она же костюмерная, и наполнили ее холодом, молодостью и смехом. Мне нужно было что-нибудь мрачное, красивое, с оттенком изящной грусти, и я попросил, дайте мне костюм испанского дворянина. Вероятно, очень это был длинный дворянин, потому что в его платье я скрылся весь, без остатка, и почувствовал себя уже совершенно одиноким, как в обширном и безлюдном зале. Выйдя из костюма, я попросил что-нибудь другое. — Не хотите ли клоуна, пестрый, с бубенчиками? — Клоуна! — презрительно вскрикнул я. — Ну, бандита, эдакая шляпа и кинжал. — Кинжал? Это подходит к моим намерениям. К сожалению, бандит, с которого дали мне платье, едва ли достиг совершеннолетия, вернее всего, это был испорченный мальчишка лет восьми от роду. Его шлепенка не покрывала моего затылка, а из бархатных брюк меня должны были вытащить, как из-за подни. Паш не годился, был весь в пятнах, как тигр, монах был в дырах. — Что же ты? Поздно! — торопили меня уже одевшиеся товарищи. Оставался единственный костюм знатного китайца. — Давайте, китайца! — махнул я рукой, и мне дали китайца. — Это было черт знает, что такое. Я не говорю уже о самом костюме. Я обхожу молчанием какие-то идиотские цветные сапоги, которые были мне малы, вошли наполовину, и в остальной своей наиболее существенной части торчали в виде двух непонятных придатков по обеим сторонам ноги. Умолчу я и о розовом лоскуте, который покрывал мою голову в виде парика и привязывался нитками к ушам, отчего последние приподнялись и стали, как у летучей мыши. Но маска! Это была, если можно так выразиться, отвлеченная физиономия. У нее были нос, глаза и рот, и все это правильное, стоящее на своем месте. Но в ней не было ничего человеческого. Человек даже в гробу не может быть так спокоен. Она не выражала ни грусти, ни веселья, ни изумления. Она решительно ничего не выражала. Она смотрела на вас прямо и спокойно, и неудержимый хохот овладевал вами. Товарищи мои катались от смеху по диванам, бессильно падали на стулья и махали руками. — Это будет самая оригинальная маска, — говорили они. Я чуть не плакал. Но когда я взглянул в зеркало, смех овладел и мной. Да, это будет самая оригинальная маска. — Ни в каком случае не снимать масок! — переговаривали с товарищей дорогой. — Дадим слово. — Слово, слово! Глава третья. Положительно это была самая оригинальная маска. За мной ходили целыми толпами, вертели меня, толкали, щипали. И когда, измученный, я с гневом оборачивался к преследователям, неудержимый хохот овладевал ими. Весь путь меня окружала и давила грохочущая туча хохота и двигалась вместе со мной. А я не мог вырваться из этого кольца безумного веселья. Минутами оно захватывало и меня. Я кричал, пел, плясал, и весь мир кружился в моих глазах, как пьяный. И как он был далек от меня, этот мир. И как одинок я был под этой маской. Наконец меня оставили в покое. С гневом и страхом, со злобой и нежностью я взглянул на нее и сказал. Это я. Густые ресницы медленно и с удивлением приподнялись. Целый сноб черных лучей брызнул на меня. И смех, звонко, веселый, яркий, как весеннее солнце, смех ответил мне. Да, это я. Это я, твердил я и улыбался. Почему вы не пришли сегодня? Но она смеялась, весело смеялась. Я так измучился, так изболелось сердце, с мольбой просил я ответа. Но она смеялась. Черный блеск ее глаз потух, и все ярче разгоралась улыбка. Это было солнце, но солнце жгучее, беспощадное, жесткое. Что с вами? Это вы? Проговорила она, сдерживаясь. Какой вы смешной! Плечи мои опустились, и голова поникла, и так много отчаяния было в моей позе. И пока она, стухнущая зарей улыбки на лице, смотрела нам чаще и самим и нас молодые веселые пары, я говорил. Стыдно смеяться. Разве за моей смешной маской вы не чувствуете живого, страдающего лица? Ведь только для того, чтобы увидеть вас, я надел ее. Зачем вы не пришли? Быстро, с возражением на милых, улыбающихся устах, она обернулась ко мне, и жестокий смех всесильно овладел ею. Задыхаясь, почти плача, закрывая лицо кружевным душистым платком, она с трудом вымолвила. «Взгляните на себя, сзади, в зеркало. О, какой вы!» Сдвигая брови, стискивая от боли зубы, с похолодевшим лицом, от которого отлила кровь, я взглянул в зеркало. На меня смотрела идиотски спокойная, непоколебимая, равнодушная, нечеловечески неподвижная физиономия. И я... я рассмеялся. И с неостывшим еще смехом, но уже с дрожью, подымающегося гнева, с безумием отчаяния, я заговорил, почти закричал, «Вы не должны смеяться!» И когда она затихла, я продолжал шепотом говорить о своей любви. И никогда я не говорил так хорошо, потому что никогда не любил так сильно. О муках ожидания, о ядовитых слезах безумной ревности и тоски, о своей душе, где все было, любовь, я говорил. И я видел, как, опускаясь, бросили ресницы густую тень на побледневшие щеки. Я видел, как сквозь их матовую белизну бросал красный отцвет запылавший огонь, и как все гибкое тело безвольно клонилось ко мне. Она была одета богиней ночи, и вся загадочная, словно мглой, одетая черным кружевом, сверкающей бриллиантами звезд, была красива, как забытый сон далекого детства. Я говорил, и слезы накипали у меня на глазах, и радостью билось сердце. И я увидел, увидел, наконец, как милая, жалкая улыбка раскрыла ее уста и, дрогнув, поднялись ресницы. Медленно, боязливо, с бесконечным доверием повернула она ко мне головку, и... Такого смеха я еще не слыхал. — Нет, нет, не могу! — почти стонала она, и, закинув голову, снова разражала звучным каскадом смеха. О, если бы мне хоть на минуту дали человеческое лицо! Я кусал губы, слезы текли по моему разгоряченному лицу, а она — это идиотская физиономия, в которой все было правильно, нос, глаза и губы, смотрелась непоколебимо ужасным своей нелепости равнодушием. И когда, ковыляя на своих цветных ногах, я уходил, до меня долго еще доносился звонкий смех, как будто с громадной высоты падала серебристая струйка воды и с веселым пением разбивалась о твердую скалу. Глава четвертая Рассыпавшись по всей сонной улице, будя ночную тишину бодрыми, возбужденными голосами, мы шли домой, и товарищ мне говорил, — «Ты имел колоссальный успех! Я никогда не видал, чтобы так смеялись!» «Постой, что ты делаешь? Зачем ты рвешь маску? Братцы, он с ума сошел? Глядите, он раздирает свой костюм! Он плачет!» Январь 1901 года